Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Корпорация развития с начала года привлекла в регион инвесторов с общим объемом вложений около 85 миллиардов рублей. Специалисты сопровождают и 91 проект, который предполагает создание почти 6 тысяч новых рабочих мест. В перечень приоритетных вошли 28 инвестпроектов. Сотрудники подготовили бизнес-планы 61 проекта, разработали 18 бизнес-кейсов. Также корпорация развития оказывает сопровождение концессионных соглашений. На сопровождении корпорации находится проект многофункциональный ледовый спортивно-образовательный комплекс в городе Уфа. Инициатор проекта УОО «Системная концессия» – оно благотворительный фонд Александра Симака. Заявленный объем инвестиций – порядка 3 миллиардов рублей, количество рабочих мест – 40 единиц. Проект предполагает строительство спортивного комплекса, включающего в себя две хоккейные арены, бассейн, универсальный зал для занятий, хореографический зал, тренажерный зал и стрелковый тир. Что касается ОЭЗ «Алга», статус резидентов получили 10 компаний. Общий объем инвестиций – около 23 миллиардов рублей. Сейчас ведутся переговоры еще с 11 предприятиями. Объем инвестиционного портфеля оценивается в размере 32,5 миллиардов. Планируется создание порядка тысячи новых рабочих мест. У власти сократили сроки регистрации жилья, попадающего под программу газификации. Решение об этом приняли на совещании профильных ведомств совместно с представителями «Газпрома». Оформить документы жители должны, чтобы попасть в программу. Сейчас на регистрацию уходит 9 дней. Насколько именно срок сократится, в региональном Росреестре пока не уточнили. Однако подчеркнули, что такие заявления будут в приоритете. Напомню, программа касается поселков, где уже есть распределительные сети. Но в частные дома газ еще не проведен. По поручению президента страны, газопровод дотянут бесплатно до границ участков. Таких объектов у нас потенциально порядка 180 тысяч объектов. Это 2600 населенных пунктов газифицированных. И остается порядка 1500 населенных пунктов не газифицированных, которые в программу по газификации не попадают. Напомню, в Республике также действуют программы льготной газификации. По ней субсидируется от 60 до 80% стоимости подключения домов к газу. На это направили 100 миллионов рублей. Сертификаты получили свыше 4000 жителей. Подключены почти 3000 домов. Более 40 тысяч жителей Республики задекларировали доход более 1 миллиона рублей. Свыше 1 миллиарда заявили 11 налогоплательщиков. Предварительные итоги декларационной кампании опубликовало региональное управление налоговой службы. Итак, на начало ноября принято почти 322 тысячи деклараций по форме 3 НДФЛ за 2020 год. Для сравнения, годом ранее их было на 15% меньше. Сумма НДФЛ, подлежащая доплате в бюджет, составила 857 миллионов рублей. Напротив, вернутые с казны в виде налоговых вычетов 8 миллиардов 976 миллионов. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 12% и 9% соответственно. Кроме того, 23 тысячи жителей Башкортостана должны уплатить 138 миллионов НДФЛ за 2020 год. Современный российский художник Эдуард Аниконов впервые представил свою живопись уфимскому зрителю. Персональная выставка открылась на арт-площадке отеля Краунплаза Уфа. Автор привез около 16 живописных работ разных лет. Эти картины ранее экспонировались в галереях Германии, США, Италии. География выставок Эдуарда Аниконова широка, да и самого автора можно назвать человеком мира. Уроженец Магнитогорска, он учился в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В рамках культурных обменов между Россией и США принял участие в выставке в колледже Южного Джерси. Затем несколько лет жил и работал в квартале художников в Филадельфии. С 2000 года художник обосновался в мастерской в Севастополе и нулевые стали для него временем поиска новых смыслов. Сейчас большую часть жизни проводят в Москве. Многие полотна живописца связаны с индустриальной тематикой. Ей посвящены несколько серий работ, в том числе и самые свежие. В том году много плавал на каяке, там в шторм попадал. В общем, меня заразила это, в общем, паруса, энергия, ветра. На самом деле, ну, как бы у меня много работ связанных с движением, то есть там движение механизмов, там люди. Люди это тоже, по сути, тоже механизм, они двигаются, что-то делают. И, в общем, движение. Вот у меня была, я сейчас новую серию сделал, работа связана с яхтами. Ну, там люди тоже, они вот тянут, борются. В общем, такая идет борьба. Возможно, картины из этой серии уфимцы смогут увидеть уже в следующем году. Сейчас ведутся переговоры об организации масштабной выставки в Башкирском художественном музее имени Нестерова. Эдуард Аниконов планирует представить больше свежих картин. Однако место в экспозиции найдется и для работ 2006 года, написанных в металлургическом комбинате в родном Магнитогорске, которые наверняка найдут отклик у уфимцев. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали отрицательную динамику. Американская валюта подешевела на 46 копеек, курс 74,37. Евро минусует 53 копейки до 83 рублей 64 копеек. И лучшие обменные курсы покупка доллара в БКС банке за 74,53. Продажа в банке Финам за 74,92. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро в банке Финам за 83,65 и 83,99. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...